12 способов разогнать метаболизм Номер 1. Не голодайте и не изнуряйте себя низкокалорийными диетами Откажитесь от голодных диет с рационом, состоящим из трех капустных листов и одной морковки Вы человек, а не кролик И для того, чтобы нормально функционировать, вам нужна энергия Когда мы голодаем или резко сокращаем потребление калорий до вредного минимума То организм, заботясь о нашем выживании, начинает накапливать жир Минимальное количество калорий, потребляемого на диете, должно быть не менее 1200 калорий Все, что меньше этой цифры, принесет лишь краткосрочный результат Набор веса и проблемы со здоровьем Номер 2. Дробное питание Следующее, что вы должны помнить, вы не мишка, наедающийся до отвала на зиму И всю зиму проводящий в глубокой спячке Принцип наелся до отвала, но на целый день вам не помощник Во-первых, питаясь подобным образом, вы растягиваете свой желудок А во-вторых, чувство голода все равно вас посетит до конца дня и не раз Большинство диетологов полагают, что питание должно быть дробным и частым При увеличении приемов пищи уменьшается ее объем Что позволяет выработать привычку не переедать При этом желудок не растягивается, как при больших объемах пищи А уменьшается, что, несомненно, дает только преимущество Норма для желудка – это пища объемом с 200-граммовый стакан Номер три – физическая активность Метаболизм напрямую зависит от количества мышц Чем больше мышц, тем быстрее проходит процесс обмена веществ Ведь именно в мышечной массе находятся основные катализаторы сжигания жира в организме Не ленитесь, уделяйте больше внимания спорту Номер четыре – потребляйте больше белковой пищи Для расщепления белков организму требуется вдвое больше калорий, чем на расщепление углеводов Добавьте в свой рацион больше белков Очень хорошо употреблять белки на ужин Белки содержатся в мясе, курице, рыбе, сыре Номер пять – не забывайте пить воду Ведь именно в водной среде и происходит процесс обмена веществ Вода помогает удалить отходы из организма и регулирует процесс пищеварения Если вы потребляете мало воды, то это может стать причиной накопления шлаков Употребляйте не менее двух литров жидкости Это и вода, и чай Свежевыжатые соки Все это ускоряет метаболизм Еще один совет – пейте охлажденные напитки На усвоение холодного питья организм расходует больше калорий, чем на усвоение питья горячего Зеленый чай тоже отлично усиливает обмен веществ Одна чашка этого напитка ускоряет сжигание калорий на ближайшие два часа Пейте черный кофе Одна чашка кофе без молока на четыре часа ускоряет обмен веществ Номер шесть – здоровый сон Для нормального обмена веществ необходимо спать не менее восьми часов в сутки Во время продолжительного и глубокого сна вырабатывается гормон роста Который в свою очередь влияет на процессы метаболизма К тому же организм, не отдохнувший за ночь и не накопивший нужное количество энергии для жизнедеятельности Начнет искать энергию в еде Номер семь – пряности Такие как имбирь, перец и другие способствуют быстрому перевариванию пищи и ускорению метаболизма Но не стоит нанегать на них, если у вас есть проблемы с желудком Номер восемь – принимайте контрастные души Чередование холодной и горячей водой действует как термический массаж А он в свою очередь благотворно влияет на обменные процессы Номер девять – не нервничайте Во время стресса освобождаются жировые кислоты Которые перераспределяются в кровеносной системе и откладываются в жир Если учесть, что стресс может заедаться едой, то ситуация усугубляется Номер десять – меньше сахара Уменьшите потребление сахара Он переводит организм в режим хранения жировых запасов Номер одиннадцать – сауна и баня Сауна и баня усиливают клеточную активность Ускоряет обмен веществ, обеспечивая свободное дыхание кожи Горячий пар усиливает циркуляцию в клетках Открывает кожные поры и ускоряет обмен веществ Номер двенадцать – меньше алкоголя Алкоголь значительно замедляет ваш метаболизм Исследования британских ученых показали, что при приеме алкоголя Вместе с высококалорийной пищей, организм склонен сжигать меньше жиров А больше откладывать в виде жировых запасов Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok